Хорошо прыгали, а вообще, когда были хорошие попытки, аплодисменты были сильнее, нежели когда попытки были похуже. Ну, в Италии прыжки в воду достаточно популярный вид спорта. Вспомним, там есть легенды вообще и нового времени, да, и предыдущего поколения спортсмена. Клаус Дибиаси, Джорджа Каньотта, затем уже знаменитая Таня Каньотта, которая недавно закончила свою спортивную карьеру. И которая здесь, ну вот, по крайней мере, все первые дни чемпионата, она сидела на трибуне, ее постоянно показывали. Ну, конечно, где же еще быть знаменитой династии? Папа тоже здесь Джорджа, в любом случае. Вадимир Артунян начинает этот финал прыжком вперед, три с половиной, с задней стойки. Ну, вот очень красивые, конечно, виды в открытом бассейне. Какой-то другой антураж сразу. Абсолютно другое ощущение, конечно, да. Ну, еще когда такая погода, да, тепло, солнце, вода, цвета неба. Белла Море. Мне очень нравится, как здесь тайнецкий диктор объявляет прыжки. Роберт Лукашевич, Польша, три с половиной марта вперед с огнем, что, кстати, впервые я вижу этого парня. А у него впервые... Особенно молодой. Да, первый взрослый финал. 21 год уже. Хотя ему, да, 21. Три с половиной вперед. Положение согнувшись. Ну, кстати, финал вышка, 10-метровый мужчина. Мы можем... У нас параллельно в России спартакиада началась, сильнейших спортсменов. И есть возможность сравнить. Завтра, по-моему, вышка или... Нет, в понедельник или вторник. Ну, собственно, есть возможность так посмотреть, что творится в Европе, в какой форме находятся спортсмены, ведущие. Ну, я хочу сказать, что на самом деле, если посмотреть состав, ну, понятное дело, Том Дейли взял паузу после, наконец-то, выигранной Олимпиады. И дальше, я думаю, будет вообще думать, продолжать, не продолжать, чем дальше заниматься. И все-таки на европейском уровне, вот если сейчас посмотреть эту финальную пульку, ну, так состав-то стал поспокойнее. Да, он очень сильно обновился. И из явных таких лидеров, ну, Алексей Середа, даже Тима Бартель, который выиграл квалификацию, он такой, ну, середнячок на европейским меркам. Тима Бартель выигрывал бронзу чемпионата Европы в синхроне с 10 метров в прошлом году. И в этом году он повторил этот свой успех. Вот, кстати, здесь он еще и 3 метра прыгал, Тима Бартель, но вышку все-таки у него получается получше. Бен Катмор. Великобритания. Регрупато. Это значит, в группировке 3,5 оборота вперед и задней стойки. Сейчас заодно итальянский мы подтянем. Сальто Мортале мне очень нравится. И, кстати, неплохой прыжок Бена Катмора. 19-летнего парня из Кембриджа. В смысле, что он там родился. Это не значит, что он там учится. Ну и первая восьмерка появляется. Небольшой переходик, но пригасил он вход в воду. 7,5-8. Эдуард Тимбретти. Вот слышим, как публика его приветствует. Такая поддержка, да? Да. Ну вот он победил здесь. Он уже победил чемпионат Европы в командном турнире, который проходил в самый первый день. В синхроне итальянская пара была 10-й. И задняя стойка вперед 3,5. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обидно, наверное, перед своими болельщиками. Вот так не очень удачно начать финальную часть выступления. Ох, шестерку кто-то ставит, но... Да, тут разброс от 4,5 до 6. Карлос Камачо. Ему 22 года. Родом из Мадрида. Тоже какое-то новое имя. Выступал до этого раньше только на юниорсском уровне. Ох, как легко! На юниорском чемпионате Европы, на юниорском мире выступал. Не из гимнастики случайно? И у нас там тренерский трансфер, я вижу сразу по футболке. Ну, попал здорово. Тренер из Италии, теперь, я так понимаю, работает в Испании. Не вспомню, как его зовут, потому что не знаю. Но он очень долгое время работал со спортсменками, девушками со сборной Италии. Ход просто получился сумасшедший, да, у Павел Сахамачо? Ну, а меня врачение больше, конечно, зацепило, потому что он как волчок его раскрутился. С 75 десятых результатка матча, и сейчас вот Джайден Айкерман Григорчук, Германия. Но этого парня мы уже видели, он такой юный талант немецкой сборной. Да, он был финалист Кубка мира перед Олимпийскими играми. На Олимпиаде участвовал, по-моему, да. Да-да-да, участвовал, он в финал не пробился. Неплохо. Можно было чуть-четче погасить вход в воду. Александр Нойфельд, тренер. 8 с половиной даже получает одного из арбитров Джейден Айкерман. Бронзовый призер этого чемпионата Европы в синхроне, как раз с Тимом Бартлем. Тренер ему сразу показывает. Но, Вильямс, главная надежда Великобритании сегодня. Программа одна из самых сложных, мне кажется, самых сложных финалистов. Это 3-7 будет коэффициент трудностей, 3-6. Два прыжка даже. Да, совершенно верно. Обладающий здесь в финале самой сложной программой. Ох, каким сложным, как легко. Красиво, да? Как легко. Два с половиной оборота назад с двумя с половиной винтами. Ход не получается, подвинтил он. То есть его развернул вокруг своей оси на обходе в воду. 7,5, 7,5, 6,5, 7,5. Да, вот здесь было видно. Разворот. Ну и прихватит судя здесь 6,5. Могу поставить 7. Не больше. Я бы еще придрался к расстоянию снаряда. Чуть далековато он на приседе. Его повело очень туда назад. А вот, кстати, тренеру показывают, ребята, тоже ошибка. Назад. Относительно новое имя в украинской сборной. Хотя вот этот молодой человек выступил уже на чемпионате мира в этом году. Но в итоге финишировал в соревновании 26-м. До этого только на юниорском уровне выступал. Киевлянин, которому 21 год. Ход в воду не получается. Поднимает он плечи. Вроде и вертикально, но... Открытие. И вот брызги, да. Ну и доходит он градусов 7-10. До вертикали. Носочки на себя в группировке. Можно это подметить. Ошибочку. 6,5-7 идут в зачет. Ну и по аплодисментам слышно. Андреас Ларсон, представитель Италии. На вышке. Который начнет сразу с заднего вращения. 3,5 оборота назад в группировке. Коэффициент 3,3. Если с этого прыжка начинает, значит очень хорошо чувствует себя в задних прыжках. Они более сложные у прыгунов в воду. Потому что не видно воды в открытии. И только на чувстве выполняют спортсмены. С недохода. Недоход-то. Причем приличный, да? Какие эмоции здесь в Италии-то. Ну это же в Тифозе. Они на эту неделю и на эти выходные забыли про чемпионат Италии по футболу. И это прекрасно. К тому же Рома свой тур уже сыграла. Не изменяет память. Ну грубая ошибка достаточно, да? Для финала на таком уровне. Ну, кстати, я бы не сказал, что грубая. На финале такого уровня тут здесь явных лидеров. Ну вот лидер. Нету. Ну, по поводу Алексея Середы мы, в принципе, уже говорили с тобой, да? Он очень сильно подрос. И хотя у него не поломалась совершенно техника, что, конечно, позволяет надеяться на хорошее будущее этого парня, но все равно он пока что еще не Томас Дейли, да, далеко. Да, он превзошел его возрастной рекорд, но... Не ошибается. Ошибается, да, не Томас Дейли. Сильнее, чем Андреас Ларсен. И еще надо сделать скидку на все-таки открытый бассейн, да? Солнце, ветер, хотя вроде как его нету. Но все же открытый бассейн совершенно иная. Иная подготовка для прогуноводов, нежели закрытые комплексы. Здесь солнце, дождь, ветерок. Все это очень сильно мешает или кому-то помогает, да, исправданно в воду. Но, с другой стороны, они уже здесь неделю, да, пройдут в бассейне. Попривыкнуть можно. Один день был пасмурно, не было солнца. Все остальное время яркая, солнечная погода. Тима Бартель начинает со стойки на руках. Были случаи чемпионата Европы, по-моему, в Венгрии. В Венгрии, Будапешт, да, открытый бассейн. Сейчас уже в Будапеште построили крытый комплекс новый. А раньше чемпионаты Европы проводились в открытом. Ну, после прыжка Тима Бартеля я расскажу, что еще может быть. Ой-ой-ой, вот вам и лидер. Ну, вот, честно говоря, несмотря на результат предвариловки, он совсем не лидер, и это было понятно. Это 4-3,5. 3-3,5. 3-3,5, да. Почти лег. Да. 3-5, 3-5, 3-5, 4. Наверное, после уже... Давай сейчас посмотрим результаты, сделаем короткую паузу. И потом как раз Глеб Гальпин у нас в эфире расскажет историю про чемпионат Европы в Будапеште. И Айкер Менгорчук ровно столько же 72 балла, как и у Бена Катмара, имеет в своей копилке. Здесь рядом стоят... А тут... Тут какие-то у нас... Что-то не понравилось Тиму Бартолю? Что-то мешало. Перепрыгивать хочет? Ну, я не заметил никаких нюансов. Интересно, да? Сегодня как раз комментировали Спартакиаду, который сейчас идет и прыжки в воду проходят в Казани. И там Назин перепрыгивал. Ему дали такую возможность. Но там все слышали крик в момент. Насколько? Что-то с трибуны может быть вспышка, но она может помешать на винтовых прыжках. Когда ты кручишься вокруг своей оси, и ты проходишь глазами вышку. Когда ты кручишься... Ну, то есть ты не замечаешь здесь в этой попытке, и он не мог заметить никак вспышку никакую. Посмотрим, что принято, какое решение будет у рефери. Ну, а прыжок он свой явно провалил. Ну, понятное дело, что не хочется Тиму Бартолю после удачной предвариловки начинать с такого провального прыжка. Ну, последний прыгает в этом финале. Последний прыгает, и сейчас стоит последний после первого раунда с самым худшим результатом. Ну, и понятное дело, что он с суммой 35, даже там 34-65, ну, просто более чем в два раза уступает лидерам. У нас получается, что 75 десятых у испанца Карлса Камача, в 70-95 у Андреса Ларсена, дальше выше Айкерман, Катнер, Уильямс. 72, 72, 77 и 4 десятых. Ну, вот сейчас. Скорее всего, не дадут. Да, видимо, не убедительно. Ну, я как-то не очень понял, что могло ему помешать. Прыжки со стойки на руках. Опять же, возвращаясь, вспышка могут помешать спортсмену, либо крик. Крика не было. Крика вроде не было. Вспышка, ну, она так на глаза будет бить, если только винты делать. Он винтовой прыжок не делал. Даже вспышка, да, от фотоаппарата, ну, на самом деле, можно дадут, там, кому-то дадут перепрыгнуть. Честно говоря, я понимаю, когда... Там надо как бить прожеком глаза. Да, это вспышка еще в закрытом бассейне, да. Да, и все равно. Ну, это открытый бассейн, тут и так солнце будет здорово. Сколько... Ждем решение. Когда он уже стоял в стойке. Да. Это нечестное соревнование, говорит он. Ну, не знаю, Андрей, как по мне, то Тима Бартоль, надо... Надо собираться, да. Прекратил, в общем, торги. Ну, да, какой-то уже... Да. Да или нет? Нет, вы обещали мне хорошее соревнование. Да, перед соревнованием вы сказали, что это честное соревнование, а они нечестные. Все. Продолжаем. Повтор бы нам показали. Да, повторы ни разу не показали, никакого дискуссия шла исключительно на словах. Ну, тем не менее, вот опять же, определенный ритм сбит у нас, да, такая большая достаточно пауза была. Не знаю, дали бы итальянцу перепрыгнуть, если бы он так удачно вспомнил. Пел первый прыжок и поднял руку. Ну, это уже... Я думаю, дали бы. Ну, больше было бы шансов. Потому что здесь, конечно, домашнее судейство, оно ощущается очень хорошо. Владимир Артюнян на вышке. И вторым прыжком в своем финале он пытается сделать четыре с половиной в группировке. Достаточно большая была пауза, кстати. Здесь ему надо сейчас собраться. Ох, ох, ох ты! Вот вам и Владимир Артюнян. Браво! Сто девятый, а? Четыре с половиной сальто вперед. Ну, ты мне ничего не помешала. Ну, вот ты бы поставил восьмерку, Глеб? Ну, да. Ну, восемь баллов. А здесь только один судья ставит восьмерку. Остальные ставят шесть с половиной, семь с половиной и семь. Вот для меня это тоже непонятно. Да, там раскрывался, уже линии не было, но это понятно, не девять и... Далековато. Ну, восемь, может быть, это и много. Семь с половиной. Ну, шесть с половиной, наверное, маловато. Шесть с половиной маловато, да. Что-то, может быть, мы здесь не увидим. Тем не менее, Артюнян набирает, потому что коэффициент-то хороший, 3,7. Набирает 81 балла, четыре десятых. И Роберт Лукашевич. Из задней стойки вперед, три с половиной. Ну, коэффициент 3,2. Дальше у Грека Цирикаса еще более простой прыжочек будет. Коэффициент 2,8. Глеб Гальперин обещал рассказать, вспомнить историю про чемпионат Европы Будапеште. Да, ну, там тема у нас была про открытый бассейн, да, что может мешать. Солнце, там, ветер. Вспышки, я не знаю, что там еще. Дождь. Ну, вспышки могут закрыть, да. Солнце, ветер, дождь. Будапешт, чемпионат Европы. Финалы начинались, по-моему, в районе 6 часов. Я вот сейчас не вспомню, какое это время года было, там, май или июнь. В общем, поздновато. И первые три прыжка были под, значит, естественным светом. Потом резко потемнело, прям вообще ночь. И включались прожектора. Ничего себе. То есть за, там, 10 минут просто, ну, мы из дневного света появляли. То есть нужно было с одного освещения переставиться на другое. Да, кто-то не предугадал эту историю, что может такое случиться. И не тренировался. Мы тогда, слава богу, предугадывали, что может потемнеть. Потому что сразу другой ориентир. Просто моментально. И многие, даже 3,5 оборота вперед согнувшись, делали, открывались 3 и просто не понимали, где находится. И такое было, да. То есть еще вот такой очень важный момент. Здесь вряд ли так, конечно, потемнеет. Ну, в данном случае я бы не сказал так. То есть это нельзя объяснить природными условиями. А это просто, так скажем, человеческая ошибка. Либо неправильно распланированное соревнование. Ну, кто-то просто не подумал, что может потемнеть. Ну, действительно, она же неожиданно темна. Правда? И в разное время. Солнце, оно так обычно светит, светит, потом раз и скрылось. И включаются прожитера такие яркие, которые бьют, освещают. Там сразу все теперь меняется. Да. Вот так вот. Ждем прыжка Бена Катмара. Потому что оказалось после первого раунда, что Бен Катмар вместе с Новым Уильямсом у нас лидирует. Ну, потому что Алексей Середан не супер прыжок сделал. А Тима Бартель вообще запорол попытку. Вторая попытка англичанина. Из передней стойки назад. Коэффициент 3,4. Неплохо для этого финала. Очень неплохо. Вертикальный вход. Немножечко ручки у него ушли. Дальше от воды. Но в целом очень неплохое начало. Вращение. Расстояние прекрасное. И вот здесь он переборщил. Только плечами. А сам ход-то был вертикальный. 7,5. В принципе, хорошая оценка для этого финала. Ну, это хорошая оценка. То есть второй прыжок за 70 баллов. То есть, на самом деле, если ты держишь... У тебя средняя стоимость прыжка, да? 70 и больше. Это... Ну, здесь, конечно. Пройду к призеру. Мира, первые две попытки, ну, где-то 170-180. Хорошему набираю, да? Ну, здесь вот этого достаточно. Здесь, да, 145. Он будет в призах, скорее всего, после двух попыток. На промежуточных там. Эдуард Тимбретти. Три оборота со стойки на руках. Кто не видел накануне соревнования по хай-дайвингу, посмотрите. Там сумасшедший прыжок со стойки на руках сделал. В итоге победитель Константин Попович. А он здесь, кстати, мог выступать или нельзя так? Константин Попович, это тот человек, который выиграл хай-дайвин 27 метров. Но сам он вообще гимнаст. Но он прыгал даже на чемпионате мира здесь в 2009 году в Риме, в этом бассейне. Был в финале. И он у нас пытался отобраться даже на Олимпийские игры с первого года. И вернулся как бы в классику, в классические прыжки. Но вот он все-таки сейчас на хай-дайвинге сосредоточился. А можно было ему выступить на хай-дайвинге? Можно, Гарри Хан же выступал. А почему же он не... Здесь при таком составе мог бы в призы попасть. Кто, Гарри Хан? Поповичи? Он бы тот сумасшедший прыжок не уложил бы в 10 метров. Ну там невероятный прыжок, просто посмотрите. Нет, в целом, он прыгун-то неплохой. Прыгун неплохой, да. Но, в общем, нет, но здесь же Гарри Хан прыгал из синхроны. И смешанный, и чистый синхрон. Гарри Хан здесь прыгал из 10 метров, а потом уже пошел на хай-дайвинг. Но в итоге Гарри Хан остался без медалей. А сейчас тоже один из лидеров, один из четверки лидеров, Карлос Камачо. Ух ты, на лоб. Чуть-чуть. Даже звук такой был, слышал ты? Да. Руки прошли в заводах. Вот, кстати, тренер итальянский многолетний. Сейчас работает в Испании. Ну, уже плоды. Смотрите, финал, чемпионат Европы и Камачо. Тут как тут. 5,5 превалирующая оценка у Карлоса Камачо за этот прыжок. И ждем сейчас Джейден Айкерман, потом Ноа Вильямс. И тот и другой стоят высоко после первого раунда. 3,5 вперед согнувшись. Вот у Айкермана не самая сложная программа. Сейчас коэффициент 3,0, потом 3,3, 3,4, 3,3, 3,2. О, неплохо. Еще он владеет прыжком 4,5 оборота. Мы видели еще и в 21-м году, и в 20-м, по-моему, на Кубке мира. Или 21-й был год. 21-й, да. Он делал 4,5 оборота. Но я думаю, что из открытого бассейна, все-таки еще достаточно молодой спортсмен, решил не вставить с лифтера все прыжки. Мы уже со всех ракурсов показали этот хороший прыжок. Айкерман, но оценки в итоге 7,0. И из-за коэффициентов сложности сумма невелика. Тима Барфов там поднимается на вышку? Или вообще обидится сейчас, Немец? Поднимается, вон он стоит. Это, по-моему, он ведь. Ну, а Вильямс наверху. А, нет, там это... Там Науменко стоит. Вперед из задней стойки. Ох ты! Как он попал! Ну, это можно и десятку ставить. Фантастика. Но Уильямс... Как четко он раскрылся. А поначалу было видно, он прям просто наверх. Ну, как-то судит достаточно жестко, я бы сказал. Я не понимаю, честно говоря. 7,5 последний. 7,5, да. Здесь арбитр ставит такие оценки. Если бы итальянец прыгал, да, было бы 9,5. За что 7,5? Я тоже не понимаю. Мне кажется, смех был, нет, на трибуну какой-то. Кого? Как-то после 7,5 что-то... Зашумели. Ну, вот, честно говоря, по всему чемпионату Европы смотришь и думаешь, такой разброс в оценках и почему-то придерживают высокие оценки. Ну, почему не поставить хорошую оценку за хороший прыжок? Ну, надо судить смотреть. Китайцев нет. Кто у нас здесь судит. Ну, вот, нам же представляли товарищи. Вот я так, на скидку из шестерых. В Европейской и Международной лиге плавания есть такая тенденция, что судить-то может вообще кто угодно. То есть, может даже не прыгун в воду, а обучиться съездить на семинары. Хороший прыжок сейчас. Евгений Науменко делает. Украинская команда. Дальше с половиной назад. Какой хороший паренек, очень легкий. А вообще, вот, интересное новое поколение украинской сборной. Посмотри, Кирилл Балюх, который вместо Сербина прыгает теперь синхрон с Середой гораздо более успешно, потому что Сербин, конечно, не дотягивает. Да. Потом Ксения Байла, да. Софи Лыс Кун. Вот этот парень появился у них, Евгений Науменко. Хотя он, конечно, не сказать, что прям юный, да, ему 21 год, но вот дорос до определенного уровня. Андреас Ларсен. До 2018, по-моему, года выступал за... Норвегию. За Данию. За Данию. За этот прыжок очень сложный. Двойное гражданство. Редкий, даже не сложный, а редкий для вышечников. Два с половиной оборота вперед с двумя винтами. Два винта, складка. Ну, так себе. Вот интересно, сколько последний арбитр поставит. Помните прыжок на Уильямсе без единой брызги и там девяточный. Если сейчас тоже будет семь с половиной, то, конечно... Ну, вот камера пропустила нам в режиме реального времени, тоже семь с половиной. Друзья, я не знаю, вот здесь надо собирать судей, вот... То есть там семь с половиной запогашенный абсолютно ход. Я бы потом какую-то написал бы претензию все-таки в адрес. Потому что так нельзя судить. Там девяточный прыжок чистый. Здесь семь с половиной, как и должно быть. Про судей, да? Любой, в принципе, человек, который... Ну, отучился, да, и судить по какой-то чемпионат Европы, чемпионат мира. Я вот ни одну фамилию не знаю, что здесь там в прошлом прыгали в воду или... Или просто рядом сидели. Может, конечно, фамилии сменились. У мужчин особенно. Так, Алексей Середа. Четыре с половиной вперед. Ох ты! Молодец. Надо бы, чтобы передали вот этому оператору и режиссеру, который, видимо, требует... Это Олег Вашиванов, который это требует от оператора. Не надо наезжать в такой степени на... Близко, да? ...на вход в воду. Ну, мы не понимаем вход реально. Только в повторе уже. Технично хорошо. Наверх. Плотная группировка. Не было совсем тенденции вперед от вышки далековато, потому что четыре спаинсальта крутить. Хорошая сумма. 83-25. Второе Алексей Середа. Ну, Середа так возвращается, да, в борьбу. После первой не очень удачной попытки. Тима Бартель решил не обижаться. Вперед и задней стойки. Три с половиной. Группировки. Ну, более-менее на... Но, но, Вильямс сделал лучше. Ну, конечно. Семь с половиной тоже. Точнее, не тоже. Потрясающе. Как раз семь с половиной. И тоже последний судья ставит семь с половиной. Может, он решил... Она не видит разницы между прыжком. Да, да, да. Да, да, да. Седьмой Бартель. Потрясающе. Кэти Брюнер. Ты решила озвучить, да, эту фамилию? Седьмой. Кэти Брюнер. Давайте посмотрим турнир на таблицу. Ноа Уильямс, Алексей Середа. Итальянец Ларсон. Бен Катмор чучку отвалился, да? Тима Бартель последний. Ноа Бен Катмор. Сто сорок пять десять. Он, в принципе... Да, в одной десятой от Ларсена. Но здесь еще и Арутюнян, благодаря хорошей попытке во втором раунде. Сто сорок два балла и две десятых. Джайден Эйкерман на шестой позиции. И Владимир Арутюнян. Дорогой прыжок. Три и шесть коэффициент. Назад из задней стойки. Три с половиной в положении согнувшись. Мало кто будет делать. Ноа Уильямс. Да, да. И все. Даже Тима Бартель в группировке. Да, два спортсмена. Ух, ух, ух. Ой-ой-ой. Может, не надо было, а? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Это было... Главное, чтобы ничего не отлетело. Большой риск. В сторону экрана светодиодного. Ой. Куда он так замотал, Владимир? Тьфу, как он себя раскрыл-то туда, а? Думал, вода, да? Вот уже здесь. Не чувствовал. Вау. Ну, нормально вроде все. Да, был он у нас с вами пятый, да? Третий. Нет, нет. А, пятый, да. Пятый, пятый, да. А теперь будет последний. Ну, вероятно, да, это практически на ноль прыжок. Да, это все. Накануне, кстати, у хайдайвинга был редкий случай, когда прыжок не соответствовал заявке. И французы пошли разбираться между собой, вообще, как это получилось, кто ошибся. То есть, то ли, ну, кто подавал заявку, не понял спортсмена, то ли спортсмен... Не то сделал. Не то сделал, да. Да, вот начались у нас грубые ошибки здесь. Роберт Лукашевич, тоже три с половиной оборота назад. Здесь интересно, где тренируют 10-метровую вышку спортсменов из Польши, потому что у них, по-моему, нет бассейнов с высотой 10 метров. Насколько мне известно, может, построили, конечно, комплекс, но там у них высота пятерка максимальная. И поэтому вышечников у Польши, в принципе, ну, вот только уехал. И все, больше нет. Я не вспомню никого. Грек Цирикас, прыжок со стойки на руках. Два с одним винтом. Два с одним винтом. Казалось мне, что немножко слабое отталкивание от вышки с рук. Ну, как Курбет называется. Ну, а высоты хватило. Здесь как даже не сгибаясь практически. Такое падение получилось. А здесь 7 с половиной тоже ставит седьмой арбитр. Все 6 с половиной. Седьмой 7 с половиной. Ну, здесь вообще на седьмой. Я не знаю. Может, у нее как-то заело кнопку? Пульт управления. Пульт управления, да. И ее пульт выдает только оценку 7 с половиной. Ах, все равно вылетит. Напоминаем, друзья, что две высшие и две низшие оценки. В зачет. А, она, ее девиз, я работаю на вылет. Так, внимание, Бен Катмор. Тоже прыжок со стойки на руках. Катмор как раз на третьей позиции. Четвертая у нее была, он 10 сотых. Третьим уступал. Два с полутора. Хорошо. Переходик был, но гасит неплохо. Бен. А вот, да, друзья, что интересно, как все-таки в британской сборной готовят смену. То есть, определенные лидеры уходят. Вот весь предыдущий олимпийский цикл, например, у женщин, да, Эден Чен прыгала. Сейчас у них новая спортсменка. Ну, она и в прошлом году уже выступала. Но лучше, чем Лоис Толсен, на самом деле, вот, прыгает. Андреа. Ну, слушайте. Сирекс. Я вернусь на секунду. Сирекс половиной. Следим теперь за сезон. В каждом прыжке следим за седьмым шельей. Удивляться-то нечем можно. Великобритания давно уже золотые медали берет на Олимпийских играх. Причем на вторых подряд. Трамплин синхронный был. Был, да. В 16-м году. Мужчин сейчас вышка 10 метров. Синхрон. Синхрон. Там все в порядке. С спортсменами, с результатами. Лег. Да, ну и поначалу было видно, но она немножко, ну, не опасная, а неприятная для взгляда. Буквально назад наваливается, хотя сзади вышка вот здесь вот плечами. Эдуард Тимбретти. Очень неудачная попытка. Нельзя этого делать. Не нужно совершенно точно. Потому что если не хватает сил, как физически, ты приходишь на тренировку, не те ноги, там, кондиция не та. И когда у тебя при хороших, вот сейчас в финале, по-любому, этот эффект финала, он есть, плечами дергают. А если сил нет, ты еще сильнее будешь это делать. Сзади вышка. Камачо. Карлос. Вперед. Три с половиной. И задней стойки. О, как перекрутил. Накопчик. Пришла вода. Такой спортсмен крепенький. Я бы даже не удивился, если бы он на трамплине выступал, а не на вышке. Так, Джейден Айкерман. Шестое он у нас шел. Назад. Три с половиной оборотов группировки. Если сейчас Джейден неплохо делает свой прыжок, то он клинится в борьбу за призы. Неплохо. Неплохо. Действительно. Да, не девятка. Он, кстати, победитель юниорского чемпионата Европы. Первенство Европы. Ну, да, семь с половиной. Ну, вот, шестерка прошла. Арбитра под номером семь. Нажалось, кнулся. Шестерка? Да, шесть с половиной. Ну, может быть, она... Мне как-то маловато здесь шесть с половиной. Да, может быть, она судит, что на десять это Господь Бог, на девять китайцы, на восемь Том Дейли. Ну, а теперь вот сокоманник Тома Дейли Ноа Вильямс. Конечно, как я, они разные по фактуре. Джейден Эккерман и Ноа Вильямс здесь, по-моему, машина уже крепшая. Ну, ему 22 года. Не первый чемпионат Европы. Были уже медали. Ошибается. Да. Причем достаточно грубо. Сейчас у нас, я так чувствую, после этого раунда все так завяжется, по оценкам. Они, кстати, сейчас, сейчас опять встают вровень два британца. Ноа Вильямс и Бен Катмар 218,4 у Ноа Вильямса и у Бена Катмара 217,1 баллы, 3,1 баллы. Следом за ними в 11 баллах располагается Эккерман. Самое удивительное, что все настолько наошибались в этом раунде, что Грек Цирикас поднялся наверх. Но еще подождем. Еще у нас с вами Евгений Науменко, у нас еще Алексей Середа, еще Тима Бартоль. Заднее вращение. Ох ты! Вот это прыжок от Евгения Науменко. Очень хорошо владеет он задними прыжками. Уже вторая попытка. До этого задней стойке он делал 3,5. Здесь из передней. И видно, что чувствует, где находится. Здорово! Молодец Евгений. Какой он достаточно высокий спортсмен. Высокий, высокий, да. Такой статный, как вот на Вильямс, да. Даже такое ощущение, что может быть он даже выше, да. Выше, да, такое ощущение. Такие длинные ноги у него, но при этом какие-то очень равные пропорции у Науменко. Обратил внимание, то есть как-то он смотрится органично в воздухе. Сложноватый сейчас будет Ларсену Андреас. Впро тот же прыжок, кстати, делает. Вплотную к британцам Науменко встает сейчас у нас. Тяжеловатенько, но гасит. Гасит? Хотя не доход, да, было такое ощущение? Ну, с 7,5 должны быть оценки по идее, конечно. Не выше. Да, так и ставят все, 7,7,5. Вот в этих задних вращениях, Глеб, в чем хитрость? Там же вот ноги остаются как бы сзади, получается, да, и вот чтобы их вот здесь получается, что он раскрывается и ноги еще как бы еще больше назад отходят. То есть это вопрос как раз точки раскрытия? Здесь, да, он чуть рановато, потому что отталкивание такое высокое, физики нету. Кстати, вот удивительно, да, Андреас Ларсен, ну, пока так ни одного прыжка-то суперстар не показал, вроде как-то что-то попадает, да, но без блеска. И второй идет. Второй идет. Итальянец. Придется. Даже уже Катмара ходит. Но это не имеет значения. У нас сейчас в 3,5 баллах 4 спортсмена. В 3,5 баллах. Представляете? Ну, помадка Уильямса, она сразу сейчас всех просто сгруппирует. Ну, сейчас еще раз посмотрим, как Середа прыгнет. Со стойки на руках. Ох, неплохо. Два с двумя с половиной. Погасить бы вход. 3,6 коэффициент. Сложный прыжок. Что-то там все время Душеванова показывают. Вот так близковато ноги проходят здесь под вышкой, да? А чуть-чуть тебе не показалось развернуть? Было. Разворотик, да, был? Уже это по голеням было видно. Но хорошая сумма будет. 70,5 баллов и коэффициент трудности здесь 3,6. 3,6. Он первый. И задел у него 6,5 баллов. Ну, практически нет задела. Ну, да, потому что еще только экватор. Еще впереди три прыжка. И 10 баллов между первым и пятым местом. Дальше уже, конечно, далековато цирико с греком. 10 человек в 5... 5 человек в 10 баллах. Это такая очень хорошая плотность. Все очень вровень идут. Тима Бартель в конце после своего провального первого прыжка. Неплохо. Но здесь он может в нужную позицию выйти. Даже учитывая свою провальную первую попытку. Если бы он сделал после этой провальной пару прыжков на 9, то он бы был уже там в пятерке в этой. Да, был бы. Но он сделал второй, третий раунд на 72 балла, на 74-25. И поэтому сейчас два немца у нас в середине турнирной таблицы. Шестой Айкерман и седьмой Тима Бартель. Итак, смотрим таблицу. Ну, мы вам это уже описали. Вот как раз в 10 баллах от Середы до Науменко. То есть два украинца, два британца и Андрес Ларсен. Четвертый раунд у нас с вами, дорогие друзья. Владимир Артюнян прыжок со стойки на руках. В этом раунде Лукашевич тоже прыжок со стойки на руках. Коэффициент 3-3. Владимир Артюнян к сожалению после третьего раунда на последнюю позицию откатился с третьей. Ну, с пятой с пятой на двенадцатую. Постойки на руках. Два оборота с полутора винтами. Неважный курбет. Руки совсем не отработали. Вот здесь колени работают, а руками нет этого сгиба-разгиба. Очень сложный прыжок в этом раунде будет у Ноа Вильямса. Со стойки на руках два оборота два с половиной винта. Ну, как Алексей Середа. Да, точно такое же делал бы это. Роберт Лукашевич Тоже прыжок со стойки, но другого класса у него будут гладкие вращения. Три оборота назад в группировке. Можно менять купальники плавки по ходу финала? Конечно. Только зачем? Как суеверие, что из этих не пошло. Один прыжок не получился, в отдел другие. Он поменял плавки? Ну, мне показалось, что да. Может быть. Это несистый меняет ракетку. Когда как-то одна плохо играет. Ну, это инвентарь, атрибут. А плавки это айпировка. Как, кстати, у нас производственный плавок. Есть? Есть в чем прыгать, партнер? Ты знаешь, с экипировкой проблем нет. Слава Богу. Да. А вообще прыгаем в воду очень предвзяты, так сказать, экипировка. В принципе, кроме плавок это особо ничего не надо. Потому что шлепанцы спортивные шорты, майки и все. Не самый затратный вид спорта. Но все, что касается оборудования, бассейна, это один из самых сложных. Нужен и глубокий бассейн, и вышки, и высота в закрытых комплексах, и батутный зал, помещение большое, батуты, трамплины, лонжи, страховочные видеоповторы, системы покрытия, специальные на вышке нескользящие. Хороший прыжок Бена Катмора. Кстати, очень неплохой парень в Великобритании. Очень ровно выступает, хорошо владеет погашенными входами в воду. Ему 19 лет. Сложен, сложен, да. крепкий, невысокий, но в то же время немаленький. Смотрится неплохо. Линия хорошая на входе в воду. На юниорском уровне на чемпионате на Персе Европы среди юниоров был вторым в синхроне. Вот и все, да? Ну да, выступал на играх Содружества, но на пьедестал не попадал. Но есть такие спортсмены, которые рано раскрываются, а есть такие, которые поздно расстреливают. Может быть вообще не провел 10-метровую вышку до этого. Решил там 19 лет 20 залезть. Сколько ему лет? 19? 19, да. Ну, 18, да. Попробовать себя на 10-метровой вышке. 4,5 да, у тебя, братья? Нет, 3,5 согнувшись. Настоящая итальянская атмосфера здесь. Да, это прекрасно. Представляете, как его поддерживают, а как они ликуют. Не важно, где Тим Бретти находится в турнирной таблице, но зато какой прыжок, какая красота. Сетемейзо, это 7,5. Отто 8. Я думаю, уже за время чемпионата Европы мы цифры все итальянские выучим. так, ну что, Бен Катмар у нас не одного прыжка ниже 72 баллов, то есть очень ровно проходит этот финал 72, 73, 72, 73, с половиной и поэтому ждем его главных конкурентов. Сейчас Карлос Камачо назад и задней стойки, 3,5 в группировке. Еще одна грубая ошибка у испанца. Ну, так, честно говоря, не очень похож на прыгноводу по структуре. к своему телосложению. И, в принципе, с его небольшим ростом можно было и согнувшись сделать. Есть не очень длинные ноги, там, мне кажется, без разницы было в группировке согнувшись, знаешь, как китайцев, Андрей. Да, на китайцев он похож по антропометрии чуть-чуть, ближе к ним. Джейден Эккерман. Родился в Ахене Джейден Эккерман. Ох, молодец! Здорово попал, да? Какая позиция у него была? Мне кажется, где-то шестая, да? Да, шестой он был. И проиграл где-то 20 баллов до первого места. в борьбе еще за призыв, поэтому стоит за ним понаблюдать. Ну вот час между Катмаром и Эккерманом 8 баллов. Еще два прыжка у нас с вами впереди. Ну что, вот теперь группа лидеров. Ну а Вильямс потом Евгений Науменко потом Андрес Ларсон Ну и вот честно говоря Середа не выглядит фаворитом в этом финале. И поэтому даже может быть у Нуа Вильямса побольше шансов. Подождем увидим. Это сложный прыжок два с половиной три винта ой два с половиной два сальто два с половиной винта. Ух ты! Да, сейчас хорошая сумма наберет 3,6 коэффициент трудности. Все-таки фаворит наверное, да? Сейчас после четырех раундов. Ну после четырех конечно будет им. Ну сейчас посмотрим да, ну потому что там еще у меня два прыжка сложных достаточно осталось, но таких эффектных. 8,6 и 4 десятых он получает и за 300 баллов. Все будет сейчас зависеть как Алексей Середа свой прыжок сделает. У него осталось два прыжка с коэффициентом 3,3 3,4 и заключительный 3,2 будет. Да, здесь конечно был коэффициент трудности, но Видимс явный фаворит. Евгений Науменко три с половиной оборотов вперед группировки. Странно, более простой элемент вперед три с половиной сальто не получается, а вот более сложные задние вращения ему даются легко. так, пять с половиной шесть это не недовольство оценками, которые получил Науменко, это просто-напросто Андрес Ларсен на вышке. Вот он, знаменитый итальянец Андрес Ларсен Со знаменитой итальянской фамилией, да, Ларсен? Со стойки на руках три оборота назад Оп! Не задел он вышку. Если докоснулся, то это минус два балла. Ну, вроде бы нет. Ну, честно говоря, такое давление все эти тифозии, все это публика оказывает на судей. Честно говоря, я вот не в восторге этого прыжков, у меня нет четких начал, у меня очень красиво группировка, голова задрана во вращении. Да, дома, да, поддержка, конечно, колоссальная и здесь у него определенный есть шанс сегодня. Да, есть шанс. Когда дальше он будет выступать? Запаса на то, что он молодой же парень, да, так не скажешь, что он может прибавить где-то, если там видно, что Алексей Середа не самую сложную программу проведет, технически оснащен. Всем только усложняйся, то здесь будет сложно, Андрес, при всем уважении. Но своим шансом надо пользоваться. Вот они вдвоем с Беном Катмаром. Каждый прыжок больше 72 баллов. А сейчас Середа, заднее вращение. Вот он так и расставляет программу. Это мы возвращаемся к нашему разговору о расстановке элементов. Вначале делал сложно, рискованно. Три, в которых уверен, поставил наконец 9, 9, 9, 9, 9, 9, 3, вот он. Просто четко показал линию. Можно было 9,5 поставить. Хорошо не 7,5 у нас у последнего арбитра. Да, это удивительно, что там 9. 8, 9, 10. А почему десятки не поставили? Нет? Не заслужил? Мне кажется, при таком судимости вообще 10. Вряд ли кто-то получит тут. Тима Бартель 3,5 вперед согнувшись. Ну почему Тима Бартель свою программу начал прыжком со стойки на руках, я не понимаю. А не вот этим простым. 3,5 обороты вперед, который все равно не получился. И он уже далеко, и уже нет настроения. Вот это вот как раз получается вопрос тактики, да, Глеб? Как-то... Ну, непонятно. Поставь вот 3,5 вперед, в любом случае ниже там 6,5 ты не прыгнешь. Ну да. Ну и все. Начало, как бы забой такой сделал для себя, и все, и пошел дальше. Настроение хорошее. А так получается, что он борется... По стойке первым прыжком, ну как бы вообще... Хотя опытный ведь парень-то. 26 лет. Тима Бартелю большое количество соревнований уже позади. Но смотрим, середа. 313 баллов. Достойный ответ в этом раунде. Но Вильямсон дал между ними 9 баллов с небольшим. Потом Андрес Ларсон, тут же Бен Катмар и дальше... Экерман. 9-8 баллов до третьего места. Да. Борьба к на четвертого. А, и до третьего, да, потому что здесь они вровень. Так что получается, у нас такая пятерка претендентов на педестал. Еще чуть отвалился далековато Евгений Науменко. Два прыжка еще остается у спортсменов. Два раунда. У спортсменов и у нас с вами Владимир Арутюнян. Из передней стойки назад. 3,5 в группировке. Коэффициент 3,4. Ой-ой-ой, Володя! Что такое? Все, что можно, отбил. И в предыдущей попытке и в этой... Ух! На самом деле это не очень больно, но так неприятно. Даже улыбается. Здесь по лбу, мне кажется, получилось чуть-чуть. Ромер Лукашевич. Так, Ромер Лукашевич. Винтовой класс. Два с половиной сальто с полутора винтами. Еще должен складку взять. Два с половиной оборота назад с полутора винтами. Ну, наверное, это его лучшая попытка, да? В финале. Ну, одна из лучших. Одна из лучших, да. Тут шесть ему ставят. Афанасиас, Сирикос. Афанасиас, Сирикос. 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 Регруппado. Сирикос. 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 Бен Каттмор. Бен Каттмор. Следим за обоими британцами. У Каттмора осталось. Как раз этот прыжок три с половиной оборота назад в группировке. И затем винтовой класс. Определяющая сейчас попытка для британца будет ли продолжать бороться за призы. Тем более, что соперничество здесь с итальянцем. Ну, вообще-то, да. Будет. Но, конечно, по-хорошему надо было делать чуть получше. Но все-таки... Это четвертый он может оказаться просто. Если кто-то из его конкурентов сделает лучше на восьмерке восемь с половиной, а у него в конкурентах немец Эккерман и Ларсен. Андрес Ларсен итальянцем. Ну, у итальянца 3-2 в этом раунде и 109 С, который еще надо сделать. 3-7 коэффициент. Ларсен 109 С будет делать. Да, 109 С. Но еще бы скрутить бы эти 109 С. Правильно? 109 С. 4,5 оборотов вперед в группировке. В этом... В последнем раунде будут делать Ларсен и Ноу Вильямс. Ну, а сейчас Эдуард Тембретти. Тим Бретти тоже расклеился. Здесь на домашнем чемпионате Европы получается у него командное золото и бронза в смешанном синхроне. Уже титулованный спортсмен. Ну, да, набрал. Набрал. Чуток. Две медали чемпионата Европы. Карлос Камачо. Интересно посмотреть, какой у него рост. Официально не указан. Метр шестьдесят, я думаю, где-то... Где-то так, да. Пять шестьдесят три. Что-то в этом роде. Ну, носки тянет. Все, зафиксировал стойку. То есть, с москами вытянуты метр семьдесят будет. Ну, испанцев тоже редкий раз увидишь на десятиметровой вышке. Они все-таки в основном трехметровый трамплин прыгают. В удовольствие. А здесь на десять метров надо еще и подниматься, напрягаться. Зачем? Сиеста. Сиеста. Ну, итальянцы-то, несмотря на Сиесту, прыгают. Правда, прыгает датчанин. Потомок принца Гамлета. Ну, не прямой, конечно, так. Образно выражаясь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нет, стоит нормально. Так, смотрим. Это, кстати, тоже борьба за высокие места. Ах, три со стойки. Да. Обидно. Был шанс у этого молодого немца побороться за бронзу. Но лишился он этим прыжком. Да. Он пропускает вперед конкурентов. К большому счету он... Но он не пропускает, они были впереди него. Ему надо было лучше прыгать. Вообще распахивает дверь. Так, смотрим. Ноа Вильямс. Сейчас очень интересно должно быть. Точнее, он не входит в эту дверь. Не входит. Не захотел. Коэффициент 3-4. Назад из передней стойки. Ох ты. Ох ты. Интересная борьба будет за золото между Середой и Уильямсом. В лучших традициях бокса, который совсем недавно был на ваших экранах. Усик против... Не называют фамилию. Просто Усик. Усик выиграл. Да. Защитил титул. Евгений Науменко. Евгений Науменко. Так, получается, у нас сейчас Новый Уильямс набрал 7,6 с половиной. Сумма 381. А у Середы 313. Ну, на самом деле... Не так сказать, что прям такой уж вызов для Середы. Этот прыжок Новый Уильямс, но все равно надо еще все сделать. Сейчас пока Евгений Науменко. Прыжок со стойки на руках. Два оборота, полтора винта. Евгений после предыдущей попытки, к сожалению, отлетел далековато за черту призеров. Конечно, интересно, как Андреас Ларсен заявил в 104,5 оборота вперед. Не в этой попытке, а в следующей заключительной. Итальянец. Посмотрим. Да, сейчас пока еще Ларсену надо сделать 3,5 вперед и задней стойки. Четвертый Евгений Науменко следом за Джейденом Эккерманом расположился. Ну, прям вровень, да? Там несколько десяток между ними. Ну, сейчас еще сюда получается у нас Новый Уильямс, Бен Кадмара. Опять британцы наверху, но между ними 20 баллов. То есть Новый Уильямс на 20 баллов опережает Бена Кадмара. То есть здесь, значит, еще Алексей Середа и вот еще Итальянец. Ну, нет, качество прыжка не соответствует громкости публики. Ну, да, совсем. И получается, что Ларсен пропускает вперед Бена Кадмара. Ну, мне намного больше, без какой-либо предвзятости Бен Кадмара по оснащению своему техническому, индивидуальному намного сильнее, чем... Сильнее. А еще сейчас вот то, что ты ждешь, как будет 4,5 делать Ларсен в последней попытке, да? А поменять уже нельзя. Все, заявка сформирована. Конечно. Между Кадмаром и Ларсеном 16 баллов. 15, да. Много это. Много. Алексей Середа на вышке. Мазад. Заднее вращение. Ох! А тебе не показалось, Андрей, что у нее подсогнутые ноги были в открытии? Тамара Токмачева. Аплодирует. Ну, ей это не показалось. Мне вот чуть-чуть. Ну, я могу ошибаться. В открытии. Ну, вот смотрим. Ну, а это... Да, да, чуть-чуть, да. Он не дооткрыл ноги. 88, 40, 402. Ох, какой задел Алексей Середа перед последним прыжком. 21 балл в его пользу. Ну, может стать двухкратным чемпионом Европы. Но, подожди. Тут уже было два финала. Украина. Это был один, кстати, финал Середы. Смешный синхрон. Где лидировали до последнего прыжка. И последним прыжком он с... Лоскун ошиблись. Бартл, какой прыжок. Длинные винты с места. То, что мы обычно на трамплине видим. На трехметровом. Коэффициент 3,4. Не очень большой, конечно. Но как красиво это смотрится. Вход чище. И таким образом у нас уже Тима Бартель на... Ну, не уже. Он так и стоит сейчас на седьмой позиции. Так, смотрим. Получается, что 21 балл преимущество Середы. 19 баллов преимущество Нового Вильямса. Ну, тут практически все решено. И хоть... Да нет, ну тут 15 баллов между Катмером и Ларсеном. Ладно, делаем короткую паузу. И потом решающая попытка. Завершают финал. Завершают вообще чемпионат Европы. Один за одним. Спортсмены. У нас с вами осталось последний один из прыжков турнира. Чемпионат Европы. По водным видам спорта, который в Риме проходит. Поляк Лукашевич. Ну, такой несложный прыжочек у него. Да, с коэффициентом 2,8. Два с половиной балла. Ну, очень чистенько. Два сайта на обороты. Очень чистенько. И для себя, наверное, одна из лучших попыток. Вот на финале. Мы это говорили в пятом раунде. Но здесь он еще прибавил. Восьмерки получает. Должен быть доволен, Роберт. Так у нас практически все решено на самом деле. Тут такие разрывы. Но сколько раз мы видели, что казалось бы, когда лидерство одного, оно неоспоримое, и всем понятно, что кто-то должен выиграть. Все заканчивается совершенно по-другому. Поэтому смотрим до самого конца. Все равно борьба. Алексей Середа, но Вильямс Бен Катмар и Андрес Ларсон. Вот эти четыре человека, которые лидируют. Фанасий Цирикас заканчивает. Ну вот так вот дружно пять с половиной. И вдруг седьмой судья расщедрилась на шестерку. Ладно, это уже не важно, потому что Бен Катмар. Смотрите, да, человек в предвариловку отпрыгал не ахти, но в финале он борется за медали. Бен Катмар. Новое поколение британских прыгунов в воду. 19-летний парень, который родился в Кембридже, тренируется в Лондоне. Минтовой прыжок, два с половиной ворота, вторая винта. Ну, это заявка на бронзу. Ну, потому что он не ошибся. Ничего не ошибся, кстати, вообще. Из шести прыжков все под восьмерку. Прыжки были, семь с половиной восемь. А я хотел спросить, Андрей, кстати, а вышка 20-метровая, она тут же в этом бассейне? Да, да. Там еще одну ванну сделали. Ну, вот просто справа, я знаю, там полтинник. Ну, я, наверное, не был там никогда. Я, к сожалению, даже в Риме не был, Глеб, понимаешь? Я, к сожалению, в этом же месте, там полтинник, да, вот он, вот где-то там. Нет, полтинник здесь, наоборот, в другой стороне. В другой стороне. 50-метровый, да. Ну, где-то они еще ванну вот так вот сделали и сделали вышку. Тут, может быть. Ладно. Тим Бретти. Эдуард. Эдуард, да. Бен Катмарт, сумма 438-35. Тим Бретти не борется с Катмаром совершенно. Тим Бретти борется сам собой. Да, борется сам собой. Он даже почти, можно сказать, побеждает самого себя. Последний прыжок его финала. Эдуард Тим Бретти завершает этот чемпионат Европы. Завершает он его с медалями. Нет, не в этом финале, но в команде золота. Бронза в смешанном синхроне на вышке у Эдуарда Тим Бретти. В общем, он может быть довольным. Четвертое место в синхроне с вышки. Мадридец Карлос Камачо. Кстати, в смешанном синхроне он был пятым. И Испания стала четвертой в командном турнире, который в первый день прошел. Ох, вот первый и последний прыжок от Камачо получились добротными. Ну, по-моему, еще первый прыжок у него был хороший. Да, я и говорю, первый. А, первый и последний. Да, да, да. Я тебя понял так, что ты говоришь, что это вообще первый. Три восьмерки за счет проходят. Да. Ну, Тим Бретти, он обогнал Камачо, да? Нет. Они вот так... Ох, они боролись-то пять сотых. Пять сотых. Пользуя Тим Бретти. Вот сейчас вот вопрос... В принципе, такая, знаете... Намек на борьбу за бронзу. Мог бы быть, но нет. Нет, не будет таким. Не будет, да. Далековато, конечно. Не доходит. Не, наоборот, он переходит. Переходит. Переходит за спину. Даже не перешел. У него спина не жестко зафиксировалась. Сейчас посмотрим вот с этого ракурса. Вот. Оп. И ноги... На край уже ударил. Ну, переход. Ну, тут даже не переход. У него ровно было... Молодец. Джейден. Сев сказал большое спасибо. Передал привет. Фильг Хрюс. Фильм Данк. В общем, молодец. Действительно. Ну что, Ноу-Вильямс. Коэффициент 3,7. 4,5 оборота. У середы будет 3,2. Ну, большой отрыв. 21 балл. Ну, это сейчас... Это нужно прям супер прыжок. И ждать еще и по марке. Ох, нет. Ну, это серебро. Заслуженная серебряная медаль. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Еще раз. Повторе смотрим. Здесь можно увидеть, как он вошел в воду. Много брызг. 7,7,5. Идут в зачет. Низковато. Видно родители его. Нет, вообще семерки. Только семерки идут в зачет. Низковата голова на входе в воду. Ну, в целом, неплохо выглядел. Но, видимся. А он не был в призах в индивидуальных. Ну, я че, я тебе, Европа. Мне кажется, где-то был рядом. Был. А, в индивидуале ты имеешь в виду? Да, в индивидуале. Ну, где-то был, мне кажется, четвертый. Что-то в этом роде в Будапеште. Ну, у него в основном синхронные прыжки. Вот он. У него серебро и в смешанном синхроне. На Кубке мира наступал неплохо. Кубок мира вроде. Ну, ладно. Ну, нет. В основном все только в синхроне. Специализировался на синхроне. А в индивидуале был девятым... Пятым. Пятым был в прошлом году в индивидуале. Женя Науменко. Хороший прыжок. И в целом выступление-то отличное. Этого парня жалко не получилось. Один элемент. Три с половиной оборота вперед согнувшись. Который не позволил ему побороться за... Призы. Вот он как раз потерял там около 20 баллов. И наступил Бену Катмэру. Обидно. Поддерживает Ларсена. Ну, сейчас тут уже, знаете, панель пропал. Действительно. Четыре с половиной оборота вперед. Интересно, как он... Выкрутит. Ну, с разбега должен. Можно делать ставки. Слушается, Катнер или Ларсен? Ну, вроде как есть шанс. Ну, посмотрим. Ну, выкрутил. По-моему, с точно таким же настроением вся тренерская бригада стояла. Ну, это так прыжок шестерочный, конечно. Шесть баллов. Седьмой судья вновь нас удивила. Поставила пять с половиной. Четвертый. Скорее всего, кажется, Андерсен, Ларсен. Он не обходит тонн Бена Катмэра. Ну, и вот сейчас что? 77 баллов набрал за последний шестой прыжок Кноуа Вильямс. Ну, на 50 надо сделать. На 56. Ну, достаточно легкий. Легкий элемент у Алексея Середы. Я уверен, что он наберет даже больше. Да, да. Все. Браво. Золотая медаль. Радуется Тамара Токмачева. Ну, потому что на самом деле украинская сборная здесь упустила два золота. То есть в первый день в командном турнире вопросы были... Десятка, десятка, десятка. Наконец-то, да, расщедрились. Решили, что можно поставить. Командный турнир, просто напоминаю, украинцы могли обыграть, но там все-таки итальянцев тянули судьи и прощали итальянцам некоторые оплошности. И поэтому в итоге Италия выиграла командный турнир, а Украина была второй. И потом смешный синхрон, Леша Середа, но они сами, что называется, последним прыжком ошиблись и отдали это золото соперником. А я, кстати, подумал, что все уже закончилось, а на вышке-то еще Тима Бартули. Да, но это ничего не изменяет в призовой тройке. Браво, Алексей, Середа. Отличная победа. И прыжки очень качественные. Ну, а вот теперь закончился финал. Да, и получается, что Середа... Двукратный чемпион Европы. Здесь двукратный, а вообще уже четырехратный. Да. Да, потому что у него было золото Киева 19-го года. У него было золото в смешанном синхроне в 21-м году. И получается, вот здесь к синхрону он добавляет вот эту золотую медаль. Завершаем мы этот чемпионат Европы. Двукратный. Продолжение следует...